Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о своей собственной новогодней традиции, которая у меня сложилась в Англии. Как я уже рассказывала, Новый год англичане абсолютно не отмечают, как мы. Так как я проживала в основном в английских семьях, в Новый год мне приходилось просто ложиться спать вместе со всей семьёй часов в 9, в 10. Но иногда, когда у меня был телевизор, я, конечно, дожидалась английского фейерверка на фоне Биг Бена, выпивала немножечко шампусика и ложилась спать. Но это было в основном, когда семья уезжала куда-то, а ко мне иногда в это время приезжала мама. И даже один Новый год мы встречали вместе мама, я и брат в доме моей семьи, который уехал на горнолыжный курорт. Ну и так как самого главного российского праздника в моей жизни в Англии не было, мне приходилось как-то отмечать его по-другому. Первый Новый год ко мне приехала подруга из Петербурга, и вместе с ней мы ходили на новогодний фейерверк, о котором я вам уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Это была встреча 2012 года, мы там все промерзли, как всегда, но зато увидели потрясающий дисплей, потрясающий фейерверк, который проходит обычно на фоне London Eye, лондонского колеса обозрения. И вот как раз вместе с этой подругой у меня и организовалась такая вот новогодняя традиция. 1 января 2012 года вечером мы пошли отмечать Новый год в Пап. Так как я на тот момент еще не работала в английских семьях и жила отдельно в Вимблдоне, мы поехали в Пап, в который мы ходили с друзьями отмечать Рождество, как раз таки в 2011 году, с друзьями из колледжа, где я обучалась английскому языку. Но об этом я уже рассказывала. И в этом пабе на станции метро Патни-Прич или станция Патни, между этими станциями находится паб Визерспун, то есть такой сетевой паб. Кстати, про пабы я буду попозже чуть-чуть рассказывать, чем они отличаются в Англии друг от друга и вообще, какова суть паба и что сейчас происходит в индустрии британских пабов. И вот у этих сетевых пабов под названием Визерспун, они такие обычно огромные, у каждого есть свое имя. И мы ходили в The Railway, называлось что-то там с Уэльской железной дорогой связано. Ну, мы, как всегда, по традиции заказали по гамбургеру, туда еще картошку всегда приносят. Можно разный ассортимент салата или гарнира заказывать к гамбургеру и по кружке пива выпили. И вот пока мы сидели, общались с ней, я говорила, что в пабах мне больше нравится общаться, потому что там чаще всего тихо-спокойно. Если это не выходной день, то, в принципе, можно услышать друг друга, а вот в ресторанах нет, всегда все бизи-бизи. Сидели, общались, и за моей спиной она увидела книжную полку, говорит, о, смотри, какие интересные книги. А я как-то вспомнила такую традицию, то ли где-то читала, то ли где-то в каком-то фильме видела, что люди, девушки, гадали. Ну, у нас же уже почти святки начинались, и мы решили погадать. Загадать номер страницы, номер строчки, и что там нам выпадет, то нас ожидает в этом году. Ну, мы выбрали каждую себе книжку, которая нам приглянулась. Мы не знали ни названий, ни о чем эти книжки. Там просто как антураж стоял, но, в принципе, в пабах. Всем, что там находится, можно пользоваться. Или игры какие-то настольные, или книжки почитать. То есть, паб – это такое место в Англии, куда можно прийти, наверное, в библиотеку и заняться, чем тебе хочется, даже не заказывая еды. Ну, и вот пока мы ждали, пока нам принесут наш заказ, мы решили погадать. Вот так вот выбрали себе книжку, назначили номер страницы, номер строчки, и каждый друг другу зачитывал на английском языке, что же там было. А книжки, кстати, были какие-то pretty slow, или что-то такое. Ну, в общем, законодательные, юридические, какие-то такие. Ну, мы так поняли, что тут нам ничего не светит, что-либо нагадать. И решили уже по названиям книг выбрать, ну, хоть какие-то рассказы найти. И там уже что-то себе нагадали. Я, честно говоря, не помню, что там было, но, в принципе, как я поняла, любую строчку можно подстроить под ситуацию твоей жизни и понять, что тебя ждёт в финале. Именно в этой ситуации, которая на данный момент у тебя происходит в жизни. Было достаточно интересно, ну, и как бы этим увлекаешься, занимаешься. Вот такие вот у нас новогодние святки получились. По поводу того, сбылось или не сбылось наше предсказание, не знаю. Честно, я вообще не поняла. Ну, тогда у меня ещё английский такой, я бы сказала, на нуле. Вообще не поняла, о чём речь. Там очень такой высокопарный английский язык был. Наташа тоже так туда-сюда крутила. Ну, в общем, непонятно было, как бы, как подстроить к этой ситуации. И надо было полностью, наверное, главу перечитать, но у нас на это не было времени. Ну, вот такая традиция у меня сложилась. И я достаточно часто, когда подруга приезжала уже по работе под Новый год, тоже там так получалось, что мы с ним вместе ходили в паб и гадали так. Так что, если кто хочет, пожалуйста, гадайте на Новый год, потому что я не знаю, чем русским заниматься в новогоднюю ночь. Бывают всякие вечеринки для русских, но я туда никогда не ходила. Я ходила под Новый год часто на какие-то спектакли. То шоу на льду «Лебединое озеро», то «Щелкунчик». Однажды мы с мамой побывали тоже, по-моему, на «Щелкунчике» в театре «Колизей». Это ещё когда я была туристом. Достаточно интересное было зрелище. Но обо всех спектаклях я буду позже рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Ну и кого интересует моя собственная рождественская традиция, об этом я рассказывала в прошлом году, смотрите в этом ролике. Тоже достаточно интересная сложилась такая вот у меня предрождественская история с магазином «Харатс». Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнали Симон.